МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Факты на девятом. Здравствуйте. К 14 годам лишения свободы приговорен житель Белореченского района. Суд признал Юрия Алексеева виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних мальчиков. Насильственным и развратным действием он подверг своего 10-летнего сына и его 5-летнего друга. Причем все это происходило на глазах еще одного мальчика. Заявление в правоохранительные органы подала бывшая супруга педофила. Именно она, обеспокоенная долгим отсутствием своего сына, пришла домой к Алексееву и застала его обнаженным рядом с детьми. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. И вот сегодня в законодательном собрании в первом чтении принят закон о введении крупных штрафов за пропаганду сексуальных отклонений среди несовершеннолетних. Депутаты приняли его единогласно. В прениях обсуждали только возможность ужесточения. Инициатором создания этого законопроекта выступил губернатор. Так же, как и в случае принятия детского закона несколько лет назад, Александр Ткачев уверен, что несмотря на отсутствие федеральных документов, подобный законопроект в регионе способен предотвратить преступления против детей. Яна Москаленко о новом законе. В каждом сериале обязательно есть какие-то такие двусмысленные положения, как между женщинами, так и между мужчинами. Это 100%. Это категорически надо запрещать. В интернете они открывают сайт, заходят, всякие ссылки и так далее. То есть это все легко найти. Нужно, конечно, ужесточать санкции. Да, здесь даже не то, что штраф, это вообще-то сажать нужно. Да, мое мнение, вообще на пожизненный срок нужно сажать сразу и все, безо всякого. На Западе там инъекции разные, там наблюдения, зачем лишние средства. Просто на пожизненное заключение, если отменена смертная казнь, все. Закон об ужесточении ответственности за пропаганду педофилии, сексуальных отклонений в отношении ребенка или в присутствии детей сегодня приняли депутата Кубанского парламента. Буквально вчера на собрании общественного движения за веру Кубани и Отечества в своей программной речи Александр Ткачев говорил о необходимости защиты и сохранении нравственных ценностей в воспитании детей. А сегодня губернатор лично приехал в парламент представлять новый закон. Мы уже долгое время ждем, что вот-вот будет принят этот закон на федеральном уровне, который бы ужесточал наказание за пропаганду педофилии. Но, к сожалению, воссыны не там. Я знаю, что на федеральном уровне оказывается достаточно серьезное противодействие принятию этого закона со стороны различных партий и общественных организаций. Причем это мотивируется тем, что принятие этого закона якобы будет ущемлять права граждан против либеральных ценностей. Сказать так, в гробу мы видали такие ценности, которые калечат тела и души наших детей. Опыт детского закона, инициатором которого также был Ткачев, на практике доказал, переломить ситуацию в корне в масштабах одного региона можно. В 2007-м детский закон приняли на Кубани. Через год он стал федеральным. В прошлом году из 10 тысяч родителей, оштрафованных в крае за несоблюдение своих обязанностей, только 600 пришлось наказывать вторично. То есть 94% оштрафованных семей вспомнили, что у них есть дети, и задумались об их воспитании. За 4 года действия детского закона, который поначалу даже в крае восприняли неоднозначно, с улиц вернули 140 тысяч детей. На треть снизилась подростковая преступность. В вопросе борьбы с педофилией и растлением несовершеннолетних противников на Кубани не будет, уверены парламентарии. Закон в первом чтении приняли единогласно. Действительно, это мерзкое явление, оно совершенно не принимается населением Краснодарского края. И поэтому наша задача поддержать предложенный закон. Каждый случай насилия в отношении детей – это трагедия, неизбежные искалеченные судьбы. С начала года в крае совершено 135 подобных преступлений. Стало вдвое больше случаев развратных действий в отношении детей. Александр Ткачев сегодня прокомментировал эти цифры в своем микроблоге, отметив, что некоторые его уверяют, будто на пятимиллионный край это не так уж и много. По мнению губернатора, даже одного преступления такого характера против детей – много. Устрашающая статистика. В ежедневных полицейских сводках преступления против детей становятся обязательным пунктом. Обсуждаемый законопроект злободневный, важный, необходимый. Я полагаю, что он должен быть принят. Уголовные дела, которые возбуждены, расследуются. Количество детей, которые подвергались тростлению, оно с каждым днем увеличивается. А это происходит потому, что безнаказанность. Депутаты выслушали все замечания по проекту закона. В поправке еще более ужесточающие нормы закона будут внесены ко второму чтению. Кубанские парламентарии обсудили еще ряд вопросов, касающихся в частности неэффективного использования земель в регионе. О том, что нужно усиливать ответственность арендаторов и собственников за некачественно обработанные сельхозугодия, Александр Ткачев говорил два дня назад на совещании с аграриями. Депутаты ЗСК, главу региона поддерживают. С недобросовестными хозяевами теперь намерены поступать жестко. В случае неэффективного использования земли будут изымать. Не у всех одинаковое отношение к земле. И была поставлена задача о том, чтобы жестко проконтролировать. И если не могут правильно использовать землю, вплоть до смены, скажем, арендатора или даже собственника, это через суд уже будет идти. Но кубанская земля должна работать очень эффективно. И это постановление как раз, Александр Николаевич, пойдет, скажем, в свете реализации вот тех установок, которые были высказаны на совещании. Об экономической стороне завершения правительственной региональной реформы сообщил, при том, что в закон о государственных должностях внесены существенные изменения дополнительных средств из краевого бюджета. На административную реформу потрачено не будет. В зале ЗСК Александр Ткачев сегодня также вручил две президентские награды. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степенью удостоен первый заместитель губернатора Джамбулат Хатуов. Как отметил Ткачев, именно от этого человека сегодня во многом зависит, насколько регион будет готов принять Зимнюю Олимпиаду 2014 года. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степенью из рук губернатора получил еще один его заместитель Николай Далуда, с именем которого на Кубани уже несколько лет связывают возрождение казачьих традиций. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Пускаленко, 9 канал, Краснодар. Разговор о правах и здоровье ребенка кубанские парламентарии продолжили при обсуждении постановления об организации школьного питания. Горячей едой сегодня обеспечены 99% учащихся. Стоимость питания от 23 рублей в день на человека. В этом году на покупку оборудования для школьных пищеблоков планируется потратить четверть миллиарда рублей. Также депутаты приняли постановление об участии кубанского казачьего войска «Внесение государственной службы» в 2011 году. Они участвуют в охране границы, общественного порядка и ликвидации последствий ЧАЭС. Парламентарии во втором чтении приняли законопроект о сельских усадьбах в малых населенных пунктах края, таких в регионе больше 1200. Это хутора, станицы и поселки, в которых проживает меньше тысячи человек. Согласно проекту закона, тот, кто решит создать сельскую усадьбу и работать на земле, сможет бесплатно получить участок до 5 гектаров, а также социальные выплаты на строительство жилья. В документе прописаны и меры по улучшению демографической ситуации на селе. При рождении второго ребенка единовременная субсидия в полмиллиона рублей, а третьего и каждого последующего – 700 тысяч рублей. Деньги целевые выделяются только на развитие сельской усадьбы. Проект уже получил широкий резонанс в нашем крае и стал примером для других регионов. В адрес Кубанского парламента поступили сотни обращений о том, что такой закон необходим и позволит вдохнуть жизнь в малые населенные пункты. Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора поздравили с тройным юбилеем. 45 лет назад он принял монашество. Спустя 10 лет был возведен в Сан-Архимандрита, а 25 лет назад Исидор стал епископом краснодарским и кубанским. Поздравить владыку на торжественный прием пришли губернатор Кубани Александр Ткачев и председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов. Глава региона отметил, владыка Исидор возглавил кубанскую епархию в непростые для церкви годы, но сумел сохранить и приумножить православную веру. За последние годы православная вера, культура православия значительным образом прибавляет на Кубани. Мы строим вместе новые храмы, восстанавливаем их. Владыка был, есть и остается в центре этих всех перемен, возрождения нашей церкви своим большим трудом, неустанным, молитвами, верой. Он нас всех к этому призывает, нацеливает, ведет за собой. Я считаю, что нам очень крупно повезло. Я видел, когда, проехав практически 300 километров автомобиля, буквально час отдохнул, владыка шел на службу, вечернюю утром опять служба, встреча с прихожанами. И такая сама отдача служения тому делу, которое он избрал в своей жизни, для нас всех присутствующих здесь, это замечательный пример для подражания. В честь юбилеев служения митрополита в Свято-Екатериненском храме Краснодара прошла божественная литургия. В Кореновском районе будет новый глава. Владимир Рудник ушел в отставку. Он руководил районом 7 лет и все эти годы развивал самые проблемные отрасли – здравоохранение, образование и ЖКХ. Именно поэтому его отставка во многом стала неожиданностью, как для местных, так и жителей, как для местных жителей, так и для его коллег. Показательно, что в день сложения полномочий Рудник получил краевую награду из рук министра внутренней политики Кубани. Буквально я на этой сессии вручил медаль за заслуги перед Кубани второй степени от имени губернатора. Это оценка работы Владимира Николаевича. И, конечно же, причина одна – состояние здоровья. Исполняющими обязанности главы назначен Сергей Голобородько, который с 2009 года занимает пост мэра Кореновска. По словам самого Голобородько, свой первый рабочий день он планирует начать с утреннего кофе и сразу же приступить к реализации поставленных губернатором задач. Это второй дом для сирот. Закладываем в этом году проектно-сметная документация уже разработана, проходит экспертизу. Это акушерского корпуса, это ремонт больницы, ремонт парка. В общем, как говорят, планов громоздьо, поэтому надо исполнять их. Также в Кореновском районе появится ледовый дворец. Его построят по краевой программе. Новая глава планирует заложить фундамент уже в этом году. Тем, кто хотел первыми купить билеты на Олимпиаду в Сочи, придется потерпеть. День старта продаж отодвинут на неопределенный срок. Такое решение сегодня принял Международный Олимпийский комитет. Он отложил реализацию билетов на Олимпиаду в Сочи из-за скандала с продажей билетов на игры в Лондоне. Английское издание объявило, обвинило национальные Олимпийские комитеты в спекуляции. Журналисты, представляясь перекупщиками, смогли договориться о покупке билетов с сотрудниками комитета в 50 стран. МОК создал специальную комиссию, которая проводит расследование. Решение отложить старт продажи билетов принято в качестве меры предосторожности. На сайте оргкомитета Сочи-2014 еще утром было написано, что их начнут продавать в конце 2012 года. Сейчас этой информации уже нет, как нам сообщили в пресс-службе оргкомитета. Пока неизвестно, когда же начнется продажа билетов на игры в Сочи. В Дальмени, на реке Шипси, которую полмесяца назад нашли местные жители, археологи обнаружили останки 15 человек. Кости отправили на экспертизу. Ученым необходимо выяснить их возраст. Мегалит стал не только археологической сенсацией, но и настоящей медиабомбой. Посмотреть на каменное сооружение приезжали представители практически всех федеральных каналов. Две недели археологи изучали мегалит. По их словам, Дальмен уникален в первую очередь своим расположением. В руслах рек эти каменные строения никогда раньше не находили. Теперь выяснилась еще одна уникальная черта по количеству найденных останков. Это третье в мире мегалитическое захоронение. Исследовать кости будут специалисты из Туапсе, а вот зубы изучат французские криминалисты. Это позволит в максимально короткие сроки определить возраст останков. Такие факты, но далеко еще не все. Вот о чем будем рассказывать дальше. Стрельба в сочинском дворе. Мужчина напал на компанию молодых людей с пистолетом в руках. Кубанские вузы готовы принять заявки абитуриентов, но желающих очень мало. Впрочем, это, видимо, явление временное. Неспортивные страсти на спортивном объекте. Стадион КСК стал ареной для строительного скандала. Об этом сразу после короткого перерыва. Продолжаем вечерний выпуск программы «Факты». В Сочи расследует дело о покушении на убийство. Пьяный мужчина стрелял в компанию молодежи, а один из парней был ранен. По версии следствия, молодые люди сидели на лавочке недалеко от жилого дома в Костинском районе. К ним подошел мужчина, житель той же улицы, и стал высказывать претензии. Завязался конфликт, и в результате мужчина достал травматические пистолеты и несколько раз выстрелил в одного из парней. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, то есть покушение на убийство в отношении лица. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и фиксацию доказательств. Стрелявший задержан, пострадавший парень сейчас находится в больнице. У него перелом надбровной кости и еще несколько ранений. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Коммунальщики края готовятся к пиковым нагрузкам на сети водоснабжения. Как не допустить аварии в жаркие дни, сегодня обсудили на заседании коллегии департамента ЖКХ. В связи с началом сезона поливов возможны сбои в сетях водоснабжения и канализации. Коммунальные службы рассказали, что использовать питьевую воду в этих целях запрещено. Традиционно нагрузки на сети увеличиваются и когда на Кубань приезжают туристы. Проблема в том, что в среднем 70% сетей водоснабжения на Кубани изношены, сообщил начальник отделения коммуникационного хозяйства департамента ЖКХ. Из-за этого в год происходит около 30 тысяч повреждений трубопроводов. Первостепенная задача улучшить водоснабжение там, где оно есть. Это прежде всего. Ну, конечно же, в рамках строительства нового жилья там и будут осуществляться строительства водопроводных сетей, развития инфраструктуры. В этом году краеводепартамент ЖКХ планирует построить и реконструировать водозаборы, насосные и очистные станции всего 37 объектов. Обновят также и 220 километров сетей. Это примерно равно расстоянию от Краснодара до Армавира. Также в этом году началось строительство водозаборов в Отрадненском, Кущевском и Успенском районах. Сегодня первый день приема документов от поступающих в ВУЗы. В приемных комиссиях кубанских университетов отмечают пока количество желающих стать абитуриентами. Незначительно, не больше сотни заявлений в каждый ВУЗ. Связывают это с тем, что выпускники еще не получили на руки аттестаты и результаты ЕГЭ. В первый день пришли в основном поступающие в магистратуру и те, кто не поступил в прошлые годы. Наплыв бывших школьников в комиссиях ждут с понедельника, когда пройдут выпускные вечера. А вот выпускники, сотрудники приемной комиссии Кубанского государственного технологического университета заметили интересный факт. Уже не первый год подать заявление можно через сайт Политеха. И все же большинство вчерашних школьников предпочитают приехать в главный корпус КубГТУ на улицу Московскую, чтобы лично пообщаться с преподавателями и заглянуть в аудиторию университета. Это придает молодым людям уверенности в своих силах, объясняют психологи. Двери ВУЗа открыты. Мы ждем своих абитуриентов. Приглашаем их приходить к нам, как только получат они свои аттестаты на руки, не дожидаясь свидетельств ЕГЭ. Берут с собой паспорт, аттестат, сделают его ксерокопию на всякий случай и приходят к нам в университет. А мы будем их очень и очень ждать. ВУЗы будут принимать документы на очное обучение до 25 июля. Зачисление будет проходить в два этапа – 4 и 10 августа. К 1 сентября на Кубани построят 50 новых многофункциональных спортивных площадок, где можно играть и в волейбол, и минифутбол, и баскетбол, и гандбол, и настольный теннис. Причем круглый год и при любой погоде. У поля небольшой уклон, и это не дает скапливаться осадкам. Покрытие синтетическое, что, по мнению медиков, помогает снизить травматизм. На Кубани уже работают около 500 таких площадок. Однако проблем с открытием новых площадок и других спортивных объектов в крае еще много. Об этом шел разговор на видеоселекторном совещании, которое провел вице-губернатор Николай Далуда. Муниципалитеты не укладываются в отведенные сроки или вообще не строят. В числе отстающих, например, Белоглинский, Крыловской, Темрюкский и Щербиновский районы. Николай Далуда подчеркнул, что даже в будущей Олимпийской столице дела со строительством спортивных площадок идут плохо. Когда вы все-таки закончите? Когда вы там ленточку перережете? Когда там дети будут уже играть, прыгать, заниматься? Уважаемый Николай Александрович, значит, сейчас не завершены строительством четыре площадки. Значит, четыре площадки находятся в завершающей стадии. У нас там, ну, небольшие реактивные причины были. Смерть не было. Но, значит, через неделю все четыре площадки будут завершены. Мы слышали, что в декабре месяце все будут завершены. Мы слышали в августе, что будут завершены. Мы слышали, что проблема была с цементом. Мы слышали, что проблема была с подрядчиком. Вы понимаете, вот это уже, уже мне тяжело начинать верить городу Сочи. Сейчас на Кубани спортом занимается более полутора миллионов жителей. Эта цифра, как отметили участники видеоселекторного совещания, могла бы быть значительно больше, если бы местные власти серьезнее относились к строительству спортивных объектов. И вот в Краснодаре стадион КСК оказался в центре земельно-строительного скандала. Директор Краснодарской арены, на которой к летней Олимпиаде в Лондоне готовятся кубанские спортсмены, борется с несговорчивыми соседями, строителями магазина. По словам директора, они нарушили не только границу стадиона, но и градостроительные нормы. О неспортивных страстях. Борис Максутов. Вы выйдете сами или вас попросили? А мы вас не пришли. Давай, вы не имеете права. Ну, чем-то начинай. Ты не прохоростный. Обожди, не обожди, не обожди. Что вы там делаете? Так нашу съемочную группу встречает начальник строительного участка для директора центра спортивной подготовки. Это уже вторая попытка взять штурмом стройплощадку. Он хочет объяснить соседям, что на этом стадионе стройки нет. Я не буду отвечать ни один вопрос, не хочу я с тобой разговаривать. Хотя мы разговаривали с ним буквально два дня назад. Фирма «Строймонтажпром» две недели назад сначала огородила территорию, а потом рабочие принялись рыть ямы для фундамента. Вместо семи ларьков здесь с разрешения властей строят большой магазин. Руководству стадиона оставалось смириться и обозначить границы. Они свои чертежи принесли, мы свои чертежи принесли. Все было согласовано. На глазах у них вот это, забетонировали столбы, забетонировали все, сделали забор. Сегодня этот забор вот поручили. Но больше всего возмущает сотрудников стадиона сам факт строительства. Ведь на месте магазина по плану должна была быть центральная арка и главный вход на арену. Кстати, сейчас арена чуть ли не единственная площадка, подходящая для подготовки кубанских олимпийцев. После проверки городские чиновники решили отозвать разрешение на стройку, которое сами же и выдавали. Как пояснил главный архитектор города, рабочие нарушили не только границу, но и самовольно захватили кусок земли. Семь заказчиков строительства обещали встретиться с властями. Сейчас сразу несколько ведомств проверяют законность стройки. Тренеры и спортсмены, привыкшие сами быть на арене, теперь с интересом наблюдают, кто выиграет в этой гонке. Строительная бригада или чиновники? То, что за этим офисным зданием торговыми ларьками остановкой и строительным забором, оказывается, находится целая спортивная арена, можно увидеть лишь с высоты соседней многоэтажки. Отсюда, кстати, открывается не только хороший вид на сам стадион, но и на ту самую строительную площадку. Сейчас там, как вы видите, временное затишье, но, по словам свидетелей, еще вчера велись активные работы. И это несмотря ни на какие запреты. Сотрудники стадиона опасаются, что если строители сработают быстрее чиновников, то стадион может окончательно попасть в плотное окружение торговых площадей. Борис Максудов, Олег Черепок, Виталий Василенко, Владимир Брагин, 9 канал, Краснодар. И, как всегда, о новостях спорта расскажет Павел Лаврентьев, он уже в нашей студии. Добрый вечер, Павел. Здравствуйте, Артем. Как так все-таки получилось, что вот в этом месяце лучшими спортсменами, по мнению кубанцев, стали не футболисты, не баскетболисты, а мотоболисты? Ну, мне кажется, что в первую очередь эти спортсмены не говорили своим болельщикам, что мы играем не для вас. Это, наверное, самое главное. Ну, и, во-вторых, видимо, в Кущевском районе все в полном порядке с интернетом. Об этом и не только, прямо сейчас. Лучшими спортсменами месяца кубанцы признали мотоболистов Кущевской кометы Сергея Крошку и Максима Довбню. А в проспроводил интернет-портал Кубанский спорт, предпочтение, прямо скажем, не самому популярному виду спорта, отдали почти треть респондентов. На втором месте Дмитрий Пирог, который в начале мая защитил титул чемпиона мира по версии WBO, на третьем атлетка Мария Бакумова. Она в минувшем месяце заняла второе место на турнире мирового вызова. Четвертое место в рейтинге занял четырехратный чемпион планеты по вольной борьбе и главная олимпийская надежда не только Кубани, но и всей России Бесик Кудухов. Два последних места занимают грибцы Канаиста Виктор Милантьев и байдарочница Юлия Качалова соответственно. Футбольный клуб Кубан держал первую победу на австрийском сборе. Подопечные Дану Петренску размялись на самом старом футбольном клубе Австрии в Вене. Матч проходил на фоне серьезных физических нагрузок и только поэтому, наверное, счет не стал двузначным. Моментов наши создали невероятное количество. Первый гол в середине первого тайма после сольного прохода и филигранной передачи от Пиццелли забил другой Маркус Уренье. Под занавес первой половины встречи фирменным ударом отличился Артур Тлисов. В перерыве Петренску заменил практически всех игроков, в том числе на поле вышел новобранец желто-зеленых Анхель де Альберт. Кстати, новичок заменил Армаша. Испанец картины не испортил, единоборств не проигрывал и вообще смотрелся очень уверенно. А последний гол красавец Кубани в этом матче забил Алексей Ионов. Следующий матч команда проведет уже завтра против вернувшегося в первый дивизион Волгоградского ротора. Самые маленькие претенденты на приз турнира «Кожаный мяч» начали борьбу за выход во всероссийский финал. В Ейске проходит третий зональный этап соревнований в младшей возрастной группе. Участие в турнире принимают 12 команд из Южного и Северокавказского округов. Особенность турнира в том, что здесь, можно сказать, играют любители участия воспитанников детских специализированных спортивных школ и клубов по регламенту запрещено. Путевку на всероссийский финал смогут получить две команды. Решающие матчи за первые места пройдут в воскресенье, а сам финал стартует 10 августа в Ростове-на-Дону. Факты продолжат прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Увидимся. Будьте в форме. Добрый вечер всем. Генеральный партнер прогноза погоды Мир Климат это официальный дилер кондиционеров Хайер. Завтра 21 июня. Как вы знаете, это самый длинный день в году. Он будет длиться 17 часов 34 минуты. Прогнозы говорят, что это все время будет солнечно. Главный вопрос это температуры. Вновь воздух начинает нагреваться. Так что же ждать? Просто приятное тепло или изнуительный зной? Давайте посмотрим на карты Европейской части России и попытаемся понять, как сложится ситуация. Ну что ж, все очень мило, прелестно и хорошо. Ни ураганов, ни бурь, ни других катаклизмов. Все стабильно. Смотрите, вот антициклон. Он сейчас правит и нами, и на Украине, и в Молдавии, и в Польше, и в Белоруссии, и в Центральной России. Так что прежде мы остаемся в поле повышенного давления. Однако сейчас, посмотрите, через Украину вот эти облака проходят. Фронт атмосферный. Но не переживайте, не пугайтесь. Он слабый и малоактивный. Смотрите, объясняю. Вот наш край. Сейчас он появится. Внимание. Фронт подойдет к ночи ближе. С этой стороны, то есть с северной стороны. И как бы проскользит по окраинам нашего края. Поэтому в ночное время здесь возможны кратковременные грозы. А вот днем, друзья, я обещаю, что никаких осадков. Сухо и солнечно. И переменная облачность. Готовьтесь. Температуры стали подниматься. Ночью уже 19-24. Днем 30-33 по всему краю. Я предупреждаю, что дальше ждается еще больше. А вот температура воды, это самое интересное. Потому что в Черном море нас дала позиции. Почему? Дело в том, что ветер у нас северо-восточный. И он, смотрите, как бы отгоняет теплую воду от берега. Внимание. В Анапе температура воды уже 16 градусов. В Новороссийске всего лишь 13. В Геленджике чуть больше, там, 19. Самая нормальная ситуация. Тепло сохранилось в море от Туапсе до Сочи. Там 23. Ну, теплее всего, конечно, в Азовском. Там 24, потому что оно мелкое. Теперь рейтинг. Смотрим, где теплее всего. Парадокс. Геленджик-Новороссийск самое теплое место завтра. Однако там самое холодное море. Везде 33. На третьем месте Крымск, там 32. Самый низкий показатель в Вармавире, Белореченске и Ейске. Везде 29. В Краснодаре без осадков. Днем переменная облачность. Температура терпимая. Уже, конечно, жарко будет. Но пока еще не так сильно, как должно быть. Смотрите, утром уже 24, днем 32, ну, прогреется до 33 наверняка. 34, вечером 29. Ветер северо-восточный 7-10 метров в секунду, давление чуть ниже нормы. Я напомню, что партнер прогноза погоды, канадский дом, стройкомплект. Совет такой, больше пейте воды, носите головные уборы, не находитесь долго на солнце. Здоровье одно, так что берегите его. Пусть самый длинный день в году будет наполнен самыми положительными эмоциями. Всего хорошего, пока.